За три дня до первого звонка в новом учебном году к школам города повышенное внимание. К празднику общеобразовательные учреждения готовились тщательно. В 34 из них перед первым сентября провели капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов. Еще в 31 учреждении капитально отремонтировали кабинеты, прачечные, ограждения, обновили материально-техническую базу. Конечно, особое внимание обращали на безопасность. Это и подходы, подъезды к учебным заведениям, это нанесение рассметки, установка, где еще не установлено. Нарожных ограждений проверяли работу светофоров, доставляли светофоры. На еженедельном совещании в мэрии глава города Елена Лапушкина поручила профильным ведомствам еще раз перепроверить готовность школ к новому учебному году. И если возникнет необходимость, незамедлительно устранить все выявленные недочеты. Отдельно нужно обратить внимание на высшие и среднеспециальные учебные заведения. Впрочем, в этом сезоне практически все общеобразовательные учреждения сдали паспорта готовности вовремя. У нас проведены работы по ремонту кровель, капитально-ремонтные работы по спортзалу, по актовым залам, системе отопления, ГВС, КВС. Но потребность очень высока. Исходя из этого, уже сейчас при формировании бюджета 2023-2025 годов, этому будет уделено особое внимание. Немаловажный вопрос в повестке дня – соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в период роста числа зараженных COVID-19, в том числе и в общеобразовательных учреждениях. Все, без исключения школы, должны быть оснащены санитайзерами и средствами обеззараживания воздуха. Только за последние три месяца количество инфицированных пациентов, которых ежедневно выявляют медики, увеличилось практически в два раза. Что можно рекомендовать – это введение масочного режима, рекомендательно, это в закрытых помещениях, при большом скоплении лючей, торговые центры, супермаркеты. Кроме того, чтобы обезопасить себя, близких и людей из окружения, необходимо вакцинироваться и через полгода делать прививку повторно. В Самаре продолжают работать прививочные кабинеты, некоторые из них функционируют в круглосуточном режиме. Наладить работу по вакцинации сотрудников необходимо на предприятиях, в приоритете – объекты торговли и социальной сферы. Также прививаться нужно пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями, и те, и другие входят в группу риска. По людям старше 60 лет. Давайте тоже вот эту работу активизируем, как мы раньше с вами делали, прям адресно обзванивали людей, напоминали о необходимости делать прививки. Медики напоминают, для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ревакцинацию можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно дистанционно на портале Госуслуг, по телефонам поликлиник или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлов, Константин Головин, События.